всем привет итак рубрику по горячим следам я решил что надо продолжать но предыдущий ролик снес причин несколько объясню позднее я решил просто сделать два ролика у меня более-менее неплохими получились две партии я про них вам расскажу то есть в первом это партия седьмого тура белыми играл никита матинян неплохой гроссмейстер из саратова относительно недавно никита меня обыграл белыми на щаскове в моем лучшем турнире то есть я там реально лидировал обыграл жигалка андрейкина вот а никита взял и меня грохнул ну правда там я тоже получил прекрасно в этой партии так я снова играл черными это первая партия второго дня то есть седьмой тур и после первых ходов я 4 c6 до 4 до 5 и 5 слоны в 5 конь f3 е6 слон е2 я решил сделать ход который не делал уже очень давно это вот конец и вот очень гибкий черный и конь c8 могут пойти кой же 6 и конь f5 они не отказываются от c5 могут коня на d7 также в любой момент поставить переходя к другим построениям идеи связанные с а6 g5 тут точно также живут как их отсутствие как идеи не связанные с такой наглостью и на рокировку я решил уйти конь c8 слоны в 5 выжил куда 6 для этого делать не пришлось то есть мы от коня h4 теперь защищены на слон g5 последует слон е7 и черных не хватает пространства и поэтому любые размены и в принципе полезно б3 ну ходов здесь много встречалось не только б3 вот и я на б3 решил сыграть а5 ход неплохой то есть я хочу пойти а4 там может быть ферзь а5 конь б6 съесть эту пешку если белая съедят наш на а4 никита решил заблокировать не не дать мне такой возможности и после слон е7 самая логичная игра белок она связана все таки с игрой на ферзевом фланге то есть c4 рокировка но здесь по моему все таки было сначала конь c3 коня 6 потом слон е3 я записал что было так разницы особой нет это перестановка ходов ну ключевой момент здесь следующий после конь b4 ладья c1 обычно в подобных позициях черный конь расположен на d7 расположен он ужасно и его надо путем конь b8 переводить на c6 здесь он идет на c6 через а7 то есть поле c6 подобной пешечной структуре очень имеет очень большое значение мы перекрываем линию c белым мы готовимся при случае работать по этой линии своей ладью вот а вот на б6 как краска не обычно здесь делать нечего при пешке на b3 особенно после конь е1 конь c6 f4 белый петят пойти g4 f5 поймать нашего слона поэтому f6 и на g4 слон g6 понятно что белым надо было наверное играть и в 5 но здесь надо считаться с самыми разными возможностями черных самое простое конечно для черных отойти слоны в 7 пешка е5 подвисает и возникает такая сложная позиция в которой мне кажется белое слишком ослабили своего короля и рискуют попасть под серьезный контратаку никита сыграл кони в 3 и на f е ну понятно что если взять f е пешечное наступление на королевском фланге белок уже точно не состоится и у черных есть и простой ход ладья c8 и сложный ход ладья f7 и интересный ход слон е4 то есть везде у черных слон е4 с идеей взять на f3 потом слон g5 разменять чернопольных слонов везде у черных имеется какая-то контр игра вообще если белая пешка стояла на g2 я может быть еще считал что у белых получше но с пешкой на g4 понятно что здесь черные имеют очень хорошие шансы перехватить последовало д е то есть белая рассчитываю что им удастся где-то провести f4 и f5 и разорвать черных по центру ладья c8 ферзь d2 и здесь такой симпатичный тычок d4 бить надо теперь на ферзь бьет d4 никита считал слон c5 и не мог никак досчитать что произойдет у нас вот в этом варианте а в этом варианте у черных масса ходов начиная от хода b6 с идеей закинуть ферзя на d4 конь d3 ну в конце концов скромная ладья f7 с идеей ладья d7 то есть ходов много я собирался играть конь c2 с примерным вариантом ладья бьет c2 ферзь бьет d4 и теперь вернули качество назад отыгрываем пешку ну и с двумя слонами черные хуже стоять не должны в этой позиции есть я оценивал достаточно оптимистично в общем вот этот вариант после слон бьет d4 ну у черных сразу же очень приличный перевес мы играем конь d3 висит слон висит ладья практически вынуждена конь b5 и после размена на c1 черным не нужно бросаться в осложнение после конь бьет c1 ферзь бьет c1 белые пешки все-таки достаточно грозно на весе простой конь бьет f4 позволяет нам перейти в атак здесь я достаточно долго по меркам быстрым шаг быстрых шахмат думал напрашивается слон b4 напрашивается слон g5 я решил не дать белому слону оказаться на е3 конь d5 грозим сыграть слон же 5 нет хода ладья е1 и заслон б4 поэтому ферзь е2 снова слон б4 хочу пойти ферзь же 5 угрожает конь f4 угрожает h5 слон f2 конь f4 ферзя пришлось уводить h5 здесь я мог взять на е5 я не взял даже не знаю по какой причине то есть пешка е5 очень важно если мы ее удаляем то поле d6 у коня будет отнято угрозы на королевском фланге белому королю вполне сохраняются я сыграл h5 и после h4 все равно выглядит очень симпатично грозит конь h3 с опаснейшей проходной по линии аж после размена на c5 слон идет на е4 я хочу сыграть же 3 же 2 коня штриха то есть белое вынуждены и от коня штрих заищаться и от же 3 поэтому воде ассо 3 очень логичный ход но теперь простой конь же 6 вилкой висит на е5 и на h4 и черное забирают пешку здесь никита по моему не точно сыграл ладья c5 зевнув от конь d3 важный момент у белых нет игры с ладья g5 потому что пешка неожиданно не держится на ладья g3 последует просто d2 на королев 2 тоже последует да вот главная линия король f2 d2 и коня штриха у черных лишняя ладья и в общем-то разговаривать дальше уже не о чем вот ну и после ладья c2 конь f4 конь бьет а5 вроде бы белые фигурки достаточно близки королю но после g3 самое важное что даже вы что ли белый король оказывается в матовой сети после конца 4 d3 и воде е8 выясняется что угрожает ладья е1 мат она естественная король f1 мы угрожаем уже другим матом же 2 король же 1 ладья е1 то есть нельзя бить на d3 в виду же 2 ладья е1 нельзя бить на е2 виду д е же 2 и пешки прошли ну и при падающем флажке последовало король же 1 ладья е1 то есть эта партия мне в принципе понравилось но как обычно наши лучшие достижения это обычно обычно они связаны с самой плохой игрой наших противников спасибо за внимание первую партию который я хотел поделиться я в общем разобрал